Добрый день, уважаемые коллеги, участники и гости! Приветствую вас на международном круглом столе Астрономические обсерватории Казанского университета мировой культуры и науки, проходящем в преддверии юбилейной даты одного из величайших событий в истории человечества, 60-летие первого полета человека в космос. За последние годы Казанским федеральным университетам достигнуты значительные результаты. Участие в федеральной программе 5 ТОП-100 позволило выйти по многим направлениям образования науки на передовые позиции в России и в мире. Большое внимание было уделено масштабной модернизации инфраструктуры университета, который существенным образом коснулся и нашего приоритетного направления, связанного с изучением дальнего и ближнего космоса. В целом, область космических исследований и технологий является одним из магистральных трендов развития науки и техники в современной России. Их стратегическая важность обусловлена тем, что, наряду с новыми научными знаниями, результаты такой деятельности находят многочисленные отклики и повседневные жизни. Решение современных задач изучения космоса основано на создании новейших технологий, материалов и практик и опирается на подготовку высококвалифицированных научно-технических кадров мирового уровня, которыми так славится двухвековая история Казанского университета. Это в полной мере относится и к всемирно известным астрономическим и геофизическим школам нашего университета и к современной городской инфраструктуре Казани. Республика Татарстан проводит системную работу по популяризации объектов астрономического наследия. Еще в 2008 году был создан музей естественной истории в Казанском Кремле с тематическими залами по астрономии. В 2013 году на территории Астрономической обсерватории имени Ингельгарда открыт планетарий Казанского федерального университета, получивший имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Архипыча Леонова. На различных республиканских площадках проводятся специализированные выставки и просветительские мероприятия. Научная деятельность в области астрономических исследований ведется в Казанском университете по многочисленным проектам, в том числе международным с НАСА, Институтом Планка, Национальной обсерватории Японии, Шанхайской астрономической обсерватории, Институтом космических исследований РАН, Государственным астрономическим институтом МГУ, Институтом астрономии РАН, Специальной астрофизической обсерватории РАН. Успешно выполняются проекты научно-производственного характера, полученные результаты мирового уровня. В частности, итоги разработок казанских астрономов вошли в учебники и монографии по астрономическим дисциплинам. Именами казанских исследователей космоса названы 10 кратеров на Луне, 2 кометы и 8 маленьких планет. Международное признание Казанской школы астрономии было подтверждено проведением в 2009 году в столице Татарстана крупнейшего мероприятия объявлено ООН Года астрономии Международной конференции «Астрономия и всемирное наследие через время и континенты» с участием ученых из 35 стран. А в 2019 году проведен Международный форум «Астрономия и мировое наследие», в котором приняли участие известные ученые и специалисты в области всемирного наследия, представители органов государственной власти, ведущие ученые, эксперты и специалисты из России и зарубежья из 19 стран. В рамках форума был проведен круглый стол для принятия решения о взаимодействии ЮНЕСКО и казанских ученых. Казанский университет имеет старейшую в России кафедру астрономии и космической геодезии, обладает огромным и успешным опытом подготовки специалистов. Наши профессора астрофизики проводят со студентами и аспирантами совместные исследования, передавая свой опыт и знания как неотъемлемую часть научных традиций Казанского университета. Только в области астрономии и геодезии, начиная с 1950 года, было подготовлено более тысячи специалистов, которые направлялись на работу в астрономические обсерватории, вузы, астрономо-геодезические предприятия, картографические фабрики. Четыре крупнейших астрономических учреждения страны долгое время возглавляли выпускники кафедры астрономии Казанского университета. Имеется большой опыт работы с учащейся молодежью, установлены контакты с многочисленными довузовскими образовательными структурами города и республики. При Институте физики Казанского университета также имеется полутораметровый телескоп, расположенный в Турции, близ города Анталии, Северо-Кавказской обсерватории, что предполагает комплексное использование научных и образовательных ресурсов. Нами создан уникальный телескоп мини-мега Тортора, предназначенный для наблюдения быстротекущих процессов на небесной сфере в автоматическом режиме. Недавно на нем было сделано первое в мире полновременное наблюдение взрыва сверхновой звезды. В астрономической обсерватории имени Ингельгарда была создана вселеноцентрическая навигационная система координат. Получены каталоги слабых звезд, выполнены самые длинные ряды наблюдений лунных кратеров, построены каталоги спектральных величин и показателей света более 30 тысяч звезд. Определены координаты малых планет и астероидов, проведены уникальные наблюдения Луны со звездами. На протяжении нескольких десятков лет велись исследования затемненных переменных звезд. В настоящее время установлены и налаживаются новые связи с отечественными и зарубежными образовательными и научными учреждениями, координаторами национальных и международных программ. В университете проводятся астрофизические и астрономические научные исследования, связанные с изучением строения и эволюции звезд и Вселенной. Обеспечением безопасности космических аппаратов от воздействия метеоритного вещества в Солнечной системе, оценкой рисков и предотвращением возможного столкновения Земли с астероидами. На полутораметровом телескопе в Турции совместно с группой академика Рашида Сюняева из Института космических исследований РАН выполняется исследование рентгеновских источников излучения в рамках крупного международного космического проекта под названием «Спектр рентген-гамма». На данный момент вблизи территории астрономической обсерватории имени Ингельгарда продолжается развитие инфраструктуры мирового уровня. Заканчивается строительство комплекса для проведения производственных практик по космической геодезии. Позводится учебно-образовательный выставочный комплекс. Реализация намеченных нами мероприятий позволит астрономическим обсерваториям выделиться оригинальным музейным предложением, создать экспозицию, подобно которой еще нет в стране и который сможет определить ее научную специализацию и привлекательность. Основная функция Казанской городской обсерватории в настоящее время является образовательной. Это центр обучения студентов, бакалавров, магистров и аспирантов университета. Место передачи теоретических, части практических, а также исторические знания о развитии астрономической науки. А ключевым объектом в плане создания музейных экспозиций станет загородная обсерватория, выполняющая роль цитадели практической астрономии и просветительской функции с целью популяризации астрономии у широкого круга посетителей и туристов. Уважаемые коллеги, я хочу выразить особую признательность послу доброй воли ЮНЕСКО по укреплению межкультурному диалогу Государственному советнику Республики Татарстан, первому президенту нашей республики, председателю попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Вентимир Шариповичу Шаймиеву, руководителю отдела номинации Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Александра Бальзама, послу по особым поручениям МИД России, ответственному секретарю комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО нашему близкому другу Григорию Эдуардовичу Аджаникидзе, зарубежным коллегам и ученым за активное вовлечение университетского и академического сообщества студентства Республики в реализацию приоритетных, международных, гуманитарных и образовательных программ. С гордостью хочу отметить, что сегодня в Казанском университете собрана одна из лучших в России исследовательских и экспортных групп ученых-памятниковедов, сыгравших ключевую роль в успешной подготовке номинаций и включению объектов Казанского Кремля, древнего города Болгара и острого города Свияжска в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Отмечу также, что в настоящее время эта университетская команда ведет активную работу над номинационным досье по включению астрономических обсерваторий Казанского университета в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Выражаю огромную благодарность всем участникам нашего круглого стола, представляющим ведущие профильные научные и образовательные центры девяти стран мира. Ваша помощь и авторитетное экспортное мнение представляются очень важными для выработки совместного решения по потенциалу астрономических обсерваторий Казанского университета как объектов для включения в число мирового культурного достояния. Завершая свое выступление, хочу еще раз обратиться к вам, уважаемые коллеги, с пожеланием конструктивной и плодотворной дискуссии на нашем круглом столе. Спасибо вам большое за внимание.